ребяточки рад вас приветствовать 3 января все мы из угар вы выезжаем домой угостили 4 денечка достаточно ребенку нужно готовиться в москву на занятия да и так дом надо еще новый год встретить так что так погода хорошая морозит вчера весь день чилил ходил не бухал теплый суп теплый чай так что все похмелье позади начинаем новый год с трезвого образа жизни давайте вам немного варской жизни так нас встречает впереди улица гагаринска такая улица здесь таких двух дома на двух жильцов такие вот типовые они тоже но на долг жильцов а этот кривой дом у наверно сам большого вару смотрите я забыл как он 30 или 31 что называется вот там впереди три девятиэтажки малосемейки то есть там такие 18 комнаты скупом 12 ну туалет все там внутри теплый как бы ну мал семейка для молодых семей а впереди котельная основной котельный второй микрорайон сегодня тепло идет дома и где мы сейчас были и везде вот эти дома все отапливаются от этой котельной 1 класс погода обалденно морозит раз я думаю 6 по ощущениям снега нет хорошо и тут в деревне чем интересно тут как бы нет такой вот грязи смотрите как в тамбой там бой час теперь по самый помидор мы ходили в песке тут тут еще осталось такой деревенского калинкора немного там вот магазин магнит но тоже площадь такая центральная мы вчера там гуляли с вами там пруд который благоустраивается и из него должны сделать какой-то шедевр вот это вот туда вот идешь там все это ситуация впереди он гараж и виктор анатольевич который очищает ворота там машин станет так что пойдем сейчас заводить угона гражи еще холодильнике а тут нар надо продать и кому-то на металлолом его возьмут как тот холодильник а вот в белый холодильник я нашел вон этот компрессор надет будь то наше авто чет ваша понятно там погреб а ты картошка делал оттуда друзья мы же рома полгреба вот смотрите он не просто так вот весь тут вода близко и здесь а цен он весит металлический куб такой два на три метра воды там нет но а когда если не был вот этого куба металлического тут была бы вода бы погреба не был бы так виктор натурчина спалят жерло за картошкой сейчас достань там ну давай чё ты ем она давай твои ручки тут метод забей вот тихо все все нет вылазить его еще тут никто не допил ну что ребятушки варши воровцы были за это пропустил поворот он раньше там был а сейчас здесь мимо проехал елки-палки покрутимся чуть-чуть так ладно ребяточки wars в основном для вас вот смотрите кто ностальгирует давать немного дневного варва этот справа мфц у нас построены мы шли вот оттуда вот справа мфц прямо магнит большой днс мы вчера здесь гуляли вот там с правой стороны вот видите мы были вчера там пруд который благоустраивается если вот скажем так центральная площадь наверно города ну не то что площадь но такое тут все магазины ларьки но как всегда у нас вал городах снег почистили чуть но не до конца я смотрю ну так вроде почистили но конечно песку тут не засыпает они по и может даже лучше от этого так вот смотрите это днем мы с вами днем путешествует по городу ватрушки катается все еще по новогодние каникулы идут а вот там ведь развалюха это была не было еще помню времена когда ходил в нее все первые тоже ведь вы куплены магазины здесь а эти были на самом деле квартиры все от пятерочка насколько я понимаю вот здесь он она круглосуточно работает этот место сбора молодежи дискотек сейчас нет и молодежь собирается у магазина не знаю хорошо это или плохо этот центральная улица здесь все демонстрации все в городе проходит празднество торжества шоссейная называется фикс прайс на втором этаже раньше был ресторан прикольный москвичи я как он строили а вот у нас не мемориал вашим воином великой отечественной войне с правой стороны сейчас покажу потихонечку он слева стороны кто помнит ребятки раньше экспор назывался тоже был центровой магазин химзаводской магазин тут и продукты были и пром промышленные товары и одежда а а сейчас как и везде в основном магнит видите рубль-бунт тут даже есть но впереди это технику воровский химик механический сейчас мы к нему повернем а вот перед техникам такая двухэтажное здание такое это столовка много свадеб я там отгулял в этой столовке и дискотеки там одно время проводились тоже было место притяжения вот видите ну это как всегда типовая тема а вот с левой стороны вот я даже не помню наверно знаете вы или нет видите вот где эксперт написано это был кафе бояр бояр ты бояр первое кооперативное такое более-менее кафе в нашем городе вот сейчас тут сбербанк а сейчас вот видишь много техники магазин сейчас вот кстати мы хотим я хочу туда зайти я тут раньше была кондитерская кафе кондитерской тоже место прикольное такое тут столики такие стояли интересно было так продолжаем вот технарь это спортзал технарский а вот впереди первая школа здесь я учился последние два года школы но не был и бывший 11 ну короче 9 10 и 10 9 или 10 11 класс школы раньше она вот поэтому с гагаринской было туда дальше а сейчас тут последние два года я учился в ней вот эти девятиэтажные дома которые мы я вам показывал издалека их три дома и вот сейчас мы уже подъезжаем дом 27 где и мы праздновали новый год где виктор натальевич проживает с антонин пауна смотрите вот от 27 2 от школ прям очень рядом у меня было я прям мог даже заскочить если чуть забыл на перемен школу вас на люль какие-то прям идут по дороге балдик можно не сходят друзья мои ночью пока все может быть что-то будет интересно тогда включимся пока на этом все празднество закончились на тамбов большая садовый ульц самый длинный ульц гордо справа стадион и ледовый дворец андрей сергеевич не мыт не чесан три дня не купался плохо выглядит я вот выгодно всегда хорошо хоть и не мыт и не чесан правильно так что ребятушки уваровцы вот большая садовая вот кто будь ностальгирует включит видео и как в авару побывает смотрите дорог чисто по бокам снегом фига так вот тут впереди это улица 60 лет октября вот тут можно на дач к нам проехать впереди завод гранит раньше был обороны сейчас не знаю чё выпускает пластмасс какой-то очень нет вот так вот от нашего улица б садовая скорость ограничена 60 километров в час значит можно ехать 80 машин немного люди все еще пьют и находятся в легком бессознательном состоянии а вот некоторые люди они побухали первого числа похмелились и все и дальше алкоголем не ведом так что вперед и к звездам называется все сейчас проезжаем завод гранит вот с правой стороны у нас детский городок какой-то непонятно для каких детей для заводчан наверно они когда выходят завод столовка несколько свадеб я тут тоже прогулял на заводе вот этот у них центральный как завод управления в глубине столовая написано вот сейчас у нас крайне у нас будет общение увару это с контор совхоз уваровский дед мишка там работал умер давно уже но плотником там работал совхоз увар вот контора сейчас ребят с правой стороны колхоз каков совхоз уваровский чем колхоз от совхоза отличается я не знаю вот село деревне значит отличается вот вот этот совхоз уваровский ну все впереди у нас выезд из города если что в дороге будет интересно заведемся смотрите зимний лес красотец дорога много стекло у меня грязное сейчас пониже я пошел вообще супер снежочек чуть-чуть пошел поселок шумный или он сейчас как называется шумный он не шумный так но мы приехали в тамбов значит дорога хорошая вся почищенная посыпан песком я сначала сказал что мало машин нифига их не мало полно вся дорога забита суть по всему люди уже отгуляли отпили и едут к рабочим производственным будням значит уехали мы 31 числа и вот 3 возвращаем значит пили только 3 в ночь и первого похмелялись вчера на лайке ничего не делали откисали но сегодня уже в трезвом виде добром уже приехали домой так что считай поездка наша прошла удачно посетили родители набрать жаратвы полную машину приеду сейчас покажу ну и когда покажу тогда мы и попрощаемся наконец-то добрались до дома ну дорога более-менее открыта я уже ее показывал где я рассказываю там лес очень красиво все в снегу сейчас вот тоже снегопад продолжается так что очень конечно удачи главе города чтобы он всем этим разобрался ну что не говорить в гостях хорошо хоть и у родителей а дома лучше все таки и приятней и привычней ну и все на своих местах все равно дома как вы понимаете есть дом но одним из самых главных преимуществ конечно поездки к родителям в деревню это конечно подарки которые ну они безусловно с собой хочешь не хочешь тебе надают сейчас покажу друзья не удивлять ну я езжу не часто раз где-то может быть в полгода ну в три в четыре месяца ну и поэтому ну как откажешь никак ну и все равно это же вкусно все таких в магазине вещей ну я не видел еще давайте посмотрим что там прислал дед мороз под елочку какие продукты так начинаю я друзья мои с мясных деликатесов первое сало смотрите свойское сало не бекон никакой ничего я уже вот один попробовал не сдержался но я вам хочу сказать просто бомбическое мягкое тает во рту просто супер это какой-то просто кайф ребятушки эх конечно ну мне не жалко я бы с вами поделился вот он второй кусок я его отрезал посмотрите чесночок перчик просто изумительно так теперь это вот этот рулет свойский он тоже там внутри специи перец это брюшина как бы на как я понимаю она завернута ну и промаринованные провалены все тоже ребята очень мягко и вкусно вот эту мне мам сказал что это значит варилась говядина говяжий как бы холодец рулька но и говяжий а потом она все как бы как это называется как прессовное мясо тоже чесноком специями мне вот нюхают просто ну я не знаю сейчас придется пожарить картошечки и немедленно употребить все это так дальше идем грибочки но тут без слов следующий у нас идет вариант это гусь ой тоже посмотрите он свойский никакой там не где-то там непонятно где выращено на деревенских зерновом откорме или так каком плавал в вольных прудах уваровского района так что я считаю что мы с вами его приготовим я тогда покажу как я буду его готовить дальше домашние котлетки но кто из нас в детстве это все не ел я уже их пробовал на новый год ребятушки это просто бомба сочный из настоящего мяса с чесночком с перчиком ну просто изумительно уходят просто на ура так следующий у нас пакет я заранее прошу прощения это свиная отбивная но кто любит кто нет не знаю но под картошечку под макарончики изумительно в кляре все это в яичном кляре так дальше не отвлекаемся еще не все следующее это пельмешки не какие-то магазинные за 150 рублей а домашние мясные настоящие самолепные пельмени помните такой раньше они были так круг такой вот металлический металлический туда забрасываешь как бы мясо вот фарш и лепишь так еще основной новогодний продукт сейчас вам покажу что это есть ну вы наверное уже догадались по виду что это есть друзья мои а это есть у нас сейчас 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 прошу прощения достаю из пакета смотрите а это домашний холодец даже сейчас вам покажу как он выглядит помните вот холодец который там чуть-чуть мяса а остальное там у нас находится вот этот желатиновый бульон вот смотрите это говяжий домашний холодец я покажу вам сколько здесь мяса и сколько бульона нет вот этого бульона прозрачно здесь одно ммм он что довяжий ммм я тушу ммм ребята вы меня извините что все так жили ну вот тут еще у нас есть еще один момент от перца уже зафаршированный ешь не хочу но я один дошел поделить конечно много вот такие вот ребятушки я не знаю сколько от времени нужно будет съесть это просто пока не представляю но еще раз говорю все таки поездка вувара у кровителей в деревню я напомню имеет свой шар друзья я надеюсь не очень вас сильно ввел в разного рода слюнные выделения а можете не ввел может у вас у всех так дай бог я прям очень за вас буду рад все на этом давайте я заканчиваю видео своего желаю чтобы в новом году все у вас было хорошо достаток и мир в вашем доме ну и самое главное что я вам желаю как всегда это здоровье здорово все здорово в